Привет, бойцы! Продолжаю рубрику Стрит Тай, самооборона на улице в стиле Муай Тай. Сегодня рассмотрим такую фишечку, когда тебя сзади берут за шею, там, одной рукой или двумя. То есть это может быть и как нападение, да, особенно там для женщин, в плане женщин. Сзади подбегают, за горло хватают, за шею поджимают. То есть вот этот момент, да, когда идёт человек по улице, к нему подбегают, просто хватают сразу и отсюда начинается всё там давай, расслабься, всё отдавать. Или второй момент, когда часто очень бывает на улице, когда идёт там драка, например, один на один, да, и какой-то ты начинаешь, например, выигрывать, да. Когда друг прогрессора видит, что ситуация не сильно хорошая, и тебя сзади хватают за шею, чтобы придержать, поддержать, да, чтобы второй мог побить, пока тебя первый держит. Ну вот так, скажем так. Друг старается помочь своему отхватившему другу по голове и тебя схватить за шею. Поэтому момент, всё будем делать довольно просто, очень простой как бы приём, но его нужно немножко отработать. Сейчас с этой стороны на правую руку покатим, в основном, да, все правша. Вот пошёл захват за шею, тебя поджали, взяли. Первые действия. Сразу одной рукой прихватить руку, то есть её почувствовать немножко, и второй рукой, соответственно, наложить. Лучше сразу можно двумя руками, ну, то есть в двух руках, больше, естественно, силой. То есть взяли двумя руками, поджал руку, чуть-чуть надо места, чтобы освободить горло, да, чтобы не было этого задыхания, там, давления на коды. Это полезно очень. Взял, поджался, понятно, что сила у агрессора, да, может быть разная. Поэтому просто так, там, двумя руками отодвинуть не всегда получится. Очень часто стоят с двумя руками, да, одна рука держит, например, а второй рукой сразу берут прихват. Да, всё, вообще нельзя вырваться. То есть если идёт вот этот удушающий, именно на коды, уже просто так не вырвешься, руку не оттянешь. Но задача сейчас, самое главное, чуть-чуть двумя руками сделать пространство, освободить горло, чтобы не было дыхания. Затем правой ногой уходим в сторону, делаем шаг в сторону. Для чего? Чтобы развернуть голову. То есть мы стояли изначально прямо, да, я стою прямо. Я делаю шаг в сторону и разворачиваю голову, как бы стараясь её развернуть и просунуть между рукой и корпусом. И сюда я могу легко просунуть голову. То есть просто так, да, я не пролезу. Когда у меня стоит опора на подбородок, если он своей рукой держит подбородок, всё, я ничего не делаю. Так я никуда не вырвусь. Надо голову развернуть. То есть я делаю шаг для того, чтобы развернуть корпус и отсюда голову. При этом рука у меня остаётся. Я её выламываю, выкручиваю, да, в этом положении. И в этом положении уже дорабатываю. Если это весёлый друг был, я просто даю коленом в печень сюда. Хорошо, смачно заряжаю коленом в печень, этого будет достаточно. Если это серьёзный был агрессор какой-то, я одну руку оставлю фиксировать. То есть кисть, руку оставлю фиксировать, вторую наложу на голову и сделаю несколько ударов в нос. То есть этого будет достаточно. То есть здесь уже ты выбираешь от степени опасности. То есть кто перед тобой, как это всё, как тебе надо обезвредить. Ещё раз, с самого начала просто. Пошёл захват, чуть-чуть поджаться, уйти сюда и отсюда колено, нога. Или можно как бы кулаком. Но опять-таки выбор ударов огромный. Но самое лучшее, конечно, колено, чтобы не травмировать. То есть это самый жёсткий будет хороший удар. Можно и ногой зарядить в печень, при этом руку выломать, сюда выкрубить. Можно, то есть разнообразие огромное. То есть на твой выбор. Но сам момент вот этого ухода поджать, уйти шагом и выломать руку. Это основное, что нужно сделать. Главное этот приём отработать. Не думай, что ты посмотрел и всё запомнил. Обязательно его нужно с напарником отработать. И уже лучше, конечно, никогда не применять. Удачи, тренировок! Субтитры создавал DimaTorzok